Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзора, выявлено 144 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 80 случаев зафиксировано в городе Якутске. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Верхневилюйском ООСе. Соответственно, анализу ситуации и разбору ситуации в Верхневилюйском ООСе была посвящена в том числе и командировка оперативного штаба, по результатам которого были сделаны выводы о необходимости принятия ряд мер, направленных на то, чтобы не допускать и, соответственно, оккупировать соответствующие группы заболеваний, которые возникли в ООСе. И основной вывод, который был сделан сегодня и доложен главе Республики Саха-Якутия, он связан с низкой вакцинацией населения в тех населенных пунктах, где возникли соответствующие группы заболеваний. Необходимо обратить внимание на то, что именно эта тенденция, связанная с тем, что какое количество заболевших и какое количество вакцинированных они являются между собой взаимосвязанными соответствующими категориями, и поэтому обращаем внимание глав муниципальных образований поселенческого уровня усилить личный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией через процедуру вакцинации на территорию своих поселений. По всем случаям, зарегистрированные в Амгинском и Мирненском районе, характеризуя Амгинскую ситуацию, необходимо обратить внимание, что ситуация COVID-19 располоса по ряду муниципальных образований, и соответствующие меры, опять же, должны быть приняты на уровне районов и главпоселений. Шесть случаев зарегистрированы в Чурапчинском, в шесть в Нюрненгринском, пять в Чурапчинском и Усе, по четыре случая зарегистрированы на Вленском, Мегино-Кангаласском, Намском и Усе-Алданском районе, три случая зарегистрированы в Алёкминском районе. Обращаем внимание на Алёкминский район, необходимо обратить внимание на акценты, связанные с позицией того, что достаточно долго после создания устойчивого коллективного иммунитета перед соответствующим мероприятием и связанным с проведением СССР, была ослаблена после этого работа по вакцинации. И, по сути дела, УЛУС, который находится в некой территориальной изоляции на настоящий момент, так как есть достаточно небольшое количество лишь только возможностей туда транспортной доступности по реке, каждый приезд по реке, соответственно, привозит и новые случаи в Алёкминском районе. Поэтому здесь необходимо сегодня и тем, кто выезжает в Алёкминский район, и те, кто проживает в Алёкминском районе, обращать внимание на эту ситуацию и быть более осторожными. По два случая зафиксировано в Булунском, Вилюйском и Сундарском УЛУС, и по одному случаю Алданском, Алайховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Оленёкском и Среднеколымском. А не анализируя последнюю неделю, необходимо обратить и выделить два района республики, Аннабарский и Алайховский УЛУС, поблагодарить жителей этих районов и глав муниципальных образований, и, соответственно, медицинских работников и работников управления Роспотребнадзора. За последнюю неделю не выявлено у них ни одного случая, а это говорит о том, что дети пошли традиционно в школу, и, соответственно, с соблюдением всех требований, значит, ситуация в целом является стабильной. Мы дальше продолжаем проводить исследования методом как ПЦР, ИФА и ИХАВ труднодоступных отдалённых в территориях республики Сахаекутя. За сутки проведено 2614 исследований. На 6 сентября 2021 года в республику поступило 461 755 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сегодня у нас первую дозу вакцины получило 326 318 человек. При этом необходимо обратить внимание, что всё-таки большое количество лиц старшего поколения уже сегодня у нас также начало вакцинироваться. Особенно это связано с тем, что ряд вакцин допустили для лиц, которые старше 65 лет, и тем самым мы можем, значит, и давать такую возможность, возможность защиты и лицам старше 65 и 60 лет. В республике началась массовая ревакцинация. Значит, на этой неделе должна быть завершена вся ревакцинация по учреждениям социальной защиты. Ещё раз обращаюсь в внимание гражданам республики Саха-Якутия. Те, кто ставил вакцину 6 месяцев назад, переболевшие 6 месяцев назад, приглашаем в наши медицинские учреждения для ревакцинации. Вакцины, которые находятся в наших медицинских учреждениях, достаточно для того, чтобы провести вакцинацию без проблем и, соответственно, иметь соответствующий доступ к, в целом, свободному, по сути дела, более спокойному, защищённому состоянию от новой коронавирусной инфекции. Продолжение следует...